Поэтому мы видим, что существует четыре основные области богословия для с вами Вриндава. Это учение о душе, абсолюте и духовном материальном и ра, санбанг-гьян, учение о духовном пути, апхиде-гьян, учение о высшем достижении, воженстве на любви и служении с каком-чем-матери-ракторами. Это четвертая область богословия, очень фундаментальная, которая заведомо училась с вами. Это защита авторитетности, учение в Айшнавах. Кришна верховно на личный Бог. Где сказано? «Боговат, я вам сорвайся про то». Говорит Кришна. У меня исходит все. Брана-санбхиде сказано. Ишвара равна Кришна. Высший Ишвара – Высший Господь – это Кришна. Ну, поэтому Ушвара Штхарова Ахараш, он предупреждает нас. Он говорит, что кто-то может сказать о руках с вами, он пишет о столь сокровенных отношениях Рахи и Кришны. Он пишет о различных переживаниях Божественной любви. Но Джива Гаслами креет какие-то подворки о том, что Кришна – это полноречный Бога, или о том, что наша традиция имеет право называться лидической. Но это не серьезно. Ушвара Штхарова Ахараш объясняет, что действительно каждый из Ишваров Риндавана, они равны совершенно. Все они обитатели духовной реальности, духовного мира. И просто сферы их служения, сферы их интересов были разными, но их квалификация в постижении Божественной любви, в постижении Божественной реальности, она была абсолютно равна. Поэтому Джива Гаслами, он был непревзойденным богословом, который был готов сражаться, используя временно священных писаний, с каждым, кто сомневался в подлинности лечения Божественной. И мы знаем, что он был учеником Рупы Гаслами. И Рупы и Санатаны были старшими врачновами, Джива Гаслами был младшим врачновом, который жил во Вриндаване. И буквально, ну, фактически он был 17-летним юношей, но он был сыном Амухома, брата Рупы и Санатаны, из детства. И когда он был со всем ребенком, он видел самого Шахстана, что правху и так далее. То есть он попел в область Митинанда, правху. И он был духовным гением, показывал живительное свою эрудицию еще более членом возраста. Также на пути в Вриндаван он нашел в Каши, город, где Господь Шива проигрывает свои благословения. В том числе Господь Шива может проиграть благословения на эрудицию санскритской учености. И в Каши, в Бенаресе, Джива Гаслами, он изучал различные священные писания, и потом обогащенный этой базой, этой подготовкой, из Бенареса он отправился во Вриндаване. И во Вриндаване Рупы и Санатана, они жили очень смиренно. И известный эпизод, когда пришел пандит, и на тот момент были модные состязания в том, что это называлось Виджая Патра, какой-то пандит, он устраивает дискуты. Например, Вишна или Нарайда, кто важнее, Вишна или Кришна, или Брахмана или Бхагавана, что является верховным, или какая система йоги лучшая. И разные Брахманы собираются и переводят различные документы из писания. Таким образом, тот, кто одерживает победу от Испитти, является Виджая Патра. Особый список, как слиток, с удостоверением, что этот выдающийся пандит, он победил меня. Его аргументы безупречили, моя пандитская слава, я подписываюсь. Я расписываюсь в собственной славости. И этот пандит, который на территории Идии одержал победу в каких-то богозловских премиях, он пришел к группе из Санатарии и сказал, я предлагаю вам 10 тем для богозловских споров. Устройство Вселенной, положение божеств, природа духовной эволюции. Вот моя Виджая Патра, что давайте им состязаться, а потом победитель подпишется. А Рубок и Свами в это время он медитировал на то, каким образом прескранен, служит книжней, каким образом Дзил обретает божественную любовь. Он сказал, что-что, и предлагайте обсудить. Где ваша бумага? И, как сказать, пандит дал Убиджай Патру и выпаять с нас на них подписали. Это гениальный пандит. Он держал нам данную победу во всех направлениях богословия. Сказали, вы не понимаете, что только идите. Ты лучший, ты лучший среди нас. И радостный пандит, он разместил Кей, подумал, что теперь надо будет только спацаном-пасторе, Джива Госвами. И все. И моя жизнь оказалась, когда он пришел к Дживе Госвами и сказал, что вот смотри, твои буру, старшие овощного арендала, они подписали мою Джайю Патру. Я победил их. Поэтому просто пристав свою подпись. Ты младший по отношению к ним. Тебе это вообще беспорядок связывается со мной. Я отправлюсь дальше. И Джива Госвами сказал, ну какой потрясающий человек. Вы наверняка очень любите себя. Можно меня на бумагу? Куда он портал? Вручил, выезжает Патру, Джива Госвами. Разорвал или сказал, да вы не могли с ними спорить, они бы вас на два шерпа убедили. И после этого Джива Госвами стал спорить с этим пандитом и легко одержанным предметом. Поэтому другая ситуация известна была тогда, когда, как сказать, человек из близкого окружения Махапраху и из старшего поколения брешнавок Валов когда-то пришел с санскритологом, драматистом, увидев, как работает Руба Госвами, он сказал, что он очень хороший труд, но мне кажется, что здесь в нескольких местах надо поправить санскритский слот, санскритское стихосложение. Руба Госвами сказал, да, пожалуйста, вы можете сделать редактуру этого фрагмента. И когда Габала Бату где-то там засел с редактуры, то Джива Госвами подошел, удивительно поинтересовался, а что вы собираетесь делать? Потом он на эту точку Руба Госвами. Он сказал, ну, я знаю, сколько поправить, здесь есть несовершенство. И Джива Госвами достаточно вежливым образом объяснил, что это не несовершенство, это ламкары, украшения стиля, что в действительности Руба Госвами не совершает никаких изъянов в его поэзии. Совершенно. И тогда Бату подошел к Рубе Госвами и сказал, насколько одаренный у тебя ученик, фактически мальчик. Он объяснил мне, что я был, например, извините, без извинности, я заблуждался. Но Руба Госвами это вызвало не было. Вызвало себя Джива Госвами, если казалось, что это старшее поколение, это люди, которые были близки Махапраху, это старшие, преданные, почему-то постоянно, так сказать, лестничный рожок. Я не хочу общаться с тобой, ты можешь покинуть на общество. И тогда Джива Госвами, он отправился. Он придумал правильное знание, где он скорбел о том, что он вызвал гнев Руба Госвами. Но так как он был выдающимся благословом, он скорбел очень продуктивно. Он написал там несколько тонн, скажем, при этом его полчанку, в произведениях, где описывается отношение Радхи и Кришна во Вриндаване, потом Радхи и Кришна во двораке и так далее. Вот пока, собственно, происходило время скорби. И Санатан Госвами, которому Шри Читане поручил заботу об обитателях Вриндавана, он проходил мимо и увидел, как Джива скорбит в разлуке со своим гуру Рупой Госвами. И Санатан Госвами пришел к Рупе и сказал, Рупа, каков завет, каково наставление Шри Читане? И, не подозревая подвоха, Рупа Госвами мгновенно процитировал. «Дживе доя, нама ручи, вайшна ва сиван» — это сострадание каждой душе, дживе доя, нама ручи, почитание и развитие вкуса к святому имени, вайшна ва сиван и служение вайшнау. И Санатан Госвами сказал, да, вот первый пункт, братья внимание, это дживе доя, это сострадание к дживе, но что ты сделал с дживой? Он скорбит в разлуке с тобой под деревом, ты изгнал его. И тогда Рупа сказал, да, да, хорошо. В действительности это был благородный поступок с его стороны, но несколько агрессивный. Он может вернуться. И подобным же темпераментом Джива Госвами обладал Сарасвадзе Такур, он бросал вызов всем представителям лагеря Сахаджи, он бросал вызов различным представителям ведической школы. В незапамятные времена известно, что шиваиты, они хотели убить Романуджу, и Куреш, один из учеников Романуджу, он переоделся в его одежды, и его схватили, он был ослеплен, но Романуджа спасся. И подобным же образом с Сарасвадзе Такуром был эпизод, когда на него готовили покушение противоборствующей школы, и кто-то из Синьяси Гаудио Мадха, я не помню, кто точно, он также переоделся в одежды Сарасвадзе Такура, чтобы на случай сложной ситуации, как сказать, покушение было бы совершено на него. Но, несмотря на все подобные вещи, Сарасвадзе Такур также бескомпромиссно отстаивал чистоту идеалов Гаудио Сампарадзе, и в песне про славление Шила Сарасвадзе Такура Суджинарова Драдхи Тападу Югам мы видим, что также сказано Талакирти Таджива Кавим, в своей кавье, в своей знании грамматики, богословия, ты подобен Дживе Гасвами. И, соответственно, Дживе Гасвами, он сделал фундаментальнейший труд, который он написал в Сандарбхе. Каждая Сандарбха означает собрание различных цитат из священных писаний, и каждая Сандарбха посвящена определенной области богословия. Багават, как таттва Сандарбха, она рассказывает об авторитетности вайшнавских священных писаний, о том, что они относятся к канону ведической литературы. Багавата Сандарбха, она рассказывает об определении Багавана, верховной личности Бога, его превосходство над брахманом, над имперсональным аспектом. Допустим, в Багават-гите Кришна говорит «Браманохи пратиштахам», «Пратиштха, источником основы брахмана являюсь я», и подобные цитаты. И также Бхакти Сандарбха, она говорит о превосходстве бхакти-йоги, преданного служения над прочими формами духовной практики, множество цитат из различных священных писаний. И также в Бхакти Сандарбхе Рупа Госвами, он дает удивительное определение Бхагавана, Бога. Он говорит «Бхагаван бхаджани гуна», о том, что кто такой абсолют, кто такой Бхагаван, он бхаджани гуна, он обладает такими качествами, такой красотой, таким обаянием, что если вы на самом деле соприкоснетесь с абсолютом, с его красотой, если вы на самом деле соприкоснетесь с источником всей красоты, вы, несомненно, будете покорены и вы будете очарованы им. Поэтому в Вишну Пуране приводится определение Бхагавана в основном как источника силы, славы, богатства, великолепия, но это в большей степени относится к концепции Вишну, Бога как царя. Но концепция Бхагавана абсолютно как Кришны – это Бхагаван бхаджани гуна вишиштха, это Бхагаван, Бог, он настолько очарователен, что в соприкосновении с ним каждый будет очарован. Сказано о том, что он один-единственный купидон, один-единственный эрот, он держит во власти весь мир, но Кришна своей красотой сказал, что он очаровывает тысячи эротов, тысячи купидонов. Поэтому Штхара Махараджа говорил, что Кришна – это не какой-то исторический персонаж, а это реальность, которая представляет из себя квинтэссенцию всех видов счастья, всех типов отношений – Акила, Расамрита, Муртих. Таким образом. Поэтому Бхагават Сандарпа, Параматма Сандарпха – очень фундаментальный труд, просто том, посвященный теме Параматме, как сказать, высшей души. Представляете, там 400 страниц Параматме, очень для подготовленного читателя. Вот Прити Сандарпха – это нечто, посвященное эмоциям божественной любви. Ну и, возможно, еще какие-то Сандарпи, Прити Сандарпа, Бхагават Сандарпха, Татва Сандарпха, Параматма Сандарпха. И также комментарии к Шимадбхагаватам, Крама Сандарпха, комментарии Дживы Госвами к Шимадбхагаватам. Такова идея. И Пранама мантра, молитва, прославляющая стопы Дживы Госвами, она была написана Баладевой. И, как сказать, мы можем считать, что Джива Госвами, для нас это не актуально, что это когда-то какие-то средневековые диспуты, да, но, скажем так, в действительности Дживы Госвами, он постоянно актуален, потому что, как сказать, постоянно и очень часто, хотя бы несколько раз в год, там, в любой ваишнавский храм приходят какие-то люди, которые, скажем, ну любят сказать так, что вот вы просто тут, ребята, что-то проповедуете, а на самом деле веды говорят, да, есть такой синдром, говорят, веды говорят, что вот вы что-то рассказываете, а веды-то говорят совсем другое, да, и так далее. И это называется сенсация, да, ну, приводятся какая-то цитата из каких-то священных писаний, да, допустим, там рассказывается история, как Шива принял форму лингома, да, и там Вишну принял форму вепря, а там Брахма образ орла, и они не смогли найти конца края Шива лингом, да, и что иллюстрирует эта идея, что Шива, его положение верховное, да, и кто-то говорит, о, вот вы не знаете то, что такое в ведах сказано, в Пуранах, и все, о, действительно мы не знали, да, но в Джива Госвами, в Татва Сандарпхе, он говорит, что прежде всего существует три группы Пуран, три группы ведических писаний, да, и в этих ведических писаниях Пураны в Тамагуни в основном прославляют Шиву, как верховную Личность Бога, в Раджа Гуни как Брахму, в Сатва Гуни они прославляют Вишну, а Шримад Бхагаватам является зрелым плодом, который превосходит даже Сатвика Пураны, и он является сутью всего ведического знания, он является фактически Ниргуна Пураной, и все другие Пураны, многие другие Пураны, они прославляют Шримад Бхагаватам, как высшую из Пуран, и в этой высшей из Пуран явлено верховное положение Кришны, да, такова идея. Поэтому в действительности, как сказать, если кто-то будет пытаться проповедовать и, как сказать, на обычных людей очень легко произвести впечатление какими-то цитатами из каких-то священных текстов, они говорят, да, 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 вы правы, все, что нам говорили, это ложь, нас обманывают и так далее. Джива Госвами, он собрал прекрасные подборки, вот, и каким образом кратко можно соприкоснуться с этим. Вот мы с Шилой Аватхутом Махараджем делали наш перевод Бхагавадгиты, и к этой Бхагавадгите есть словарь, посвященный Бхагавадгите. Понятие терминов, там, Майя, Шива, Вишну, Брахма, разные системы йоги. И вот в этом словаре, когда мы его создавали, я в том числе работал с архивом Шилашдхара Махараджа, а также с Сандарпами Дживы Госвами. Вот, и Сандарпи Дживы Госвами, они также очень удобны тем, что они объясняют разные страшные термины, слова, да, допустим, что значит Бхагаван. Да, у Дживы Госвами есть большое объяснение разных значений слова Бхагаван, что значит, в общем смысле, это владыка всех достояний, да, и так далее. Что значит Васудев, да, Васудев означает тот, в обители которого живут освобожденные души, и также тот, кто дарует истинное богатство, духовное знание и так далее. И Дживы Госвами очень красиво объясняет различные вайшнавские термины, он говорит, что Васу значит богатство, а Дев — обитель. И таким образом, с поверхностной точки зрения можно подумать, что Васудев означает, это тот, кто дарует жизнь, в какой-то обители, где много богатств. Но, говорит Дживы Госвами, что является высшим богатством? Высшим богатством является бхакти, божественная любовь, преданность Кришни. Если у человека есть любовь, если он обладает подданной любовью, то его не интересуют какие-то там стекляшки, бирюлики, да, и поэтому он говорит, Дживы Госвами, он приводит цитату из Шимад-Бхагава, где сказано, что предность Кришни — это высшее богатство. И таким образом он говорит, что Васудев означает тот, кто дарует божество, которое дарует высшее богатство, но это высшее богатство — это предность Кришни. Кришна не расплачивается какими-то бренными вещами этого мира. Кришна расплачивается божественной любовью. Такова идея. Поэтому в свое время в Джайпуре проходили различные богословские диспуты об авторитетности тех или иных духовных школ. И, соответственно, для того, чтобы какая-то ведическая школа считалась бы авторитетной, она считалась бы признанной, она должна иметь комментарии на веданта-сутру. И обычно вайшнавы, потому что веданта-сутра — это текст, состоящий из коротких сутр, афоризмов, которые предполагают комментирование. Допустим, первый же афоризм веданта-сутры, он звучит так. «Теперь настало время вопрошать об истине». И возникает вопрос, а что значит «теперь»? Кто-то говорит «теперь» означает, когда ты родился человеком. А кто-то скажет «теперь», когда ты прошел какие-то общие идеи вед, и тебя интересует то, как освободиться из мира материи и так далее, и так далее. Поэтому веданта-сутра рассчитана на комментирование, но обычно вайшнавы не комментировали специально веданта-сутру, ссылаясь на стих одной из Пуран, которая говорит о шимид-багаватам, артхуям брахма сутранам, шимид-багаватам — это естественный комментарий на веданта-сутру. Но тут занудные пандиты сказали «нет, шимид-багаватам, шимид-багаватам, а вы попробуйте сами прокомментировать». И тогда главой, крупнейшим богословом вайшнавов в того времени, гаудия вайшнавов, последователь лишечитания, был Вишина Чакраварти. Но Вишина Чакраварти был очень стар, и он послал своего ученика Баладео Ведиабхушина. И Баладео Ведиабхушин прибыл в собрание, они сказали, что у нас научное сообщество, вы имеете право участвовать в конференции, представлять свою школу, но у вас должна быть защищенная кандидатская диссертация. Навиданто Сутру, томик комментариев Навиданто Сутру, у вас он есть? Баладео Ведиабхушин сказал «не, нету». И сказали «ну тогда мы были рады вас видеть и будем рады вас не видеть». Он сказал «а когда конференция?» Они сказали «честь 10 дней». Он сказал «а так 10 дней, это нормально, я напишу». Возникла тишина, за 10 дней диссертацию. Он говорит «да, да, 10 дней, очень хороший срок, через 10 дней я буду с диссертацией». И после этого все сообщество пандитов, ну с байшей, с моим комментарием на Навиданто Сутру, оно было необычайно заинтригованно. И Баладео Ведиабхушин пришел к божеству Говиндаджи. Это название этой байшей Говинда Баши. Он сказал «Господь, если ты не поможешь, сам я не справлюсь». И также, кто является царем всех богословов, кто является величайшим защитником всех вайшнавов – Джива Госвами. И также Баладео Ведиабхушин, он написал, возможно, не прямо в тот момент, но в какой-то момент времени, пранама мантру, молитву прославляющую Джива Госвами. И так или иначе, через 10 дней он прошел уже с увесистой книгой. И дело в том, что для того, чтобы показывать какие-то ключевые вещи, там не нужно цитировать зачастую километры текста. Иногда достаточно одной веской цитаты. Допустим, Кришна говорит «Я источник брахмана в Бхагавадгите», «Брахману хипратиштахам». И зачастую эти цитаты достаточно. Точно так же Веданта-сутра очень большая, и часто последователи шанкары говорят, что в Брахма-сутре дана идея о том, что брахман – это высшая реальность. И Валадеви Депхуша приводит очень простые примеры. Он берет буквально один стих. «Джайши Шигуру Гуран, Гратхаматова Сунда-джу Киджай». Он берет буквально один стих из Веданта-сутры, где сказано, что даже полностью освободившись из мира материи, даже в состоянии брахмана, душа, тем не менее, лишена способности творить. И одной этой цитаты достаточно для того, чтобы показать, что даже освобожденная душа – это не… есть высшее достижение. Высшее достижение и высшее положение занимает не освобожденные души, из которых состоит брахман, а богован – личность Бога. Поэтому Валадеви Депхушин, он прекрасно представил Вайшнавскую школу, он был, получил почет его. Гавин Дебаша, его комментарий на Веданта-сутру стал очень знаменит. До сих пор можно им пользоваться, если кто-то захочет погрузиться в дебри Веданта-сутры. Это именно Гавдия-Вайшнавский комментарий. Потому что в других Вайшнавских сампарадаях, у Романуджи, у Мадхавы были комментарии на Веданта-сутру, но именно у Гавдия-Вайшнавов они говорили – это Шимат-багават. Но Баладеви Депхушин сделал наш комментарий. И именно у Баладеви Депхушина принадлежит пранама-мантра «Дживи Госвами», которая звучит так. Баладеви Депхушин написал ее. О Господь, красота Твоего трансцендентного облика, очарование Твоей личности, оно было скрыто грязью логики, грязью интересной к логике, грамматике, а не к Твоей Божественной личности. Оно было скрыто пыльной бурей различных противоречивых философий. И также оно было фактически сброшено в котлован учение о том, что все есть иллюзия, что единственная реальность – это Брахман, и любой личностный образ, образ Абсолюта – это всего лишь некий воображаемый, а не вечный образ. Хотя все священные писания говорят, что он есть Саачи Тананда, он есть вечный, блаженный и так далее. И далее Баладеви Депхушин говорит, но ты, Джива Госвами, ты очистил от этой грязи, от этой скверны, вынул-вынул Бога из котлована, очистил и явил всему миру, красоту его личностного, трансцендентного облика, которое скрывало пыль и грязь учений Маевады, санхи, различных поверхностных философий. Ты, Джива Госвами, разгреб весь этот котлован, и точно так же, как археологи, они иногда достают из песка какой-то древний прекрасный артефакт, потом отмывают его, чистят, как у Шалендра тоже всякие колоночки очищает, потом вырезает. Точно так же, Джива Госвами, он отмыл, очистил Господа и явил подлинную концепцию Кришны как верховной личности Бога, высшей цели каждой души, источника всей красоты. Поэтому в день явления Дживы Госвами мы можем почитать его этой пранамой мантры, которая принадлежит Перу Баладева Депхушина. И это настроение Дживы Госвами, способность отстаивать истину о верховном положении Кришны, Бхакти-йоги и сознание Кришны, оно присуще всей миссии Сарасвати Такура, оно присуще всему Гаудио Мадху. И также сегодня, непосредственно, день явления Шилы Бхакти-йоги Такура. Бхакти-йоги его называют Седьмым Госвами, потому что он за свою жизнь дал нам фактически основу всего того, что сейчас составляет основу миссии Гаудио Вайшнау. И у Шилашдхара Махараджа есть пранама-мантры Бхактивинода-такуру, там, гурудхам, грантадхам, бхактидхам и так далее. И, в частности, Шилашдхара Махараджа, он говорит в этой пранама-мантре, то, что в начале Бхактивинода-такуру дал этому миру множество священных писаний, в которых он показал величие и красоту учения Шичитани, такие как Джайвадхарма, Читания Шикшамрита, Прадипа, либо Бхактивинода-такуру, либо Джагадананда-пандит. Это загадка. И другие писания, там, Баджина-Рахасья, нет конца, есть полный список литературных работ Бхактивинода, там что-то около список из 800 работ. Он опубликовал, одновременно опубликовал несколько Бхагавадгид. Бхагавадгиды с комментариями Ишнаадха Чакраварти, одновременно Бхагавадгиды с комментариями Баладевы и Депхушина. Мы сейчас последние два года пытаемся одну единственную Бхагавадгиду опубликовать, там все никак не можем. Бхагтивинода-такуру публиковал, сложен несколько Бхагавадгид. И сказано, что, во-первых, дал священное писание, также Бхагтивинода-такуру явил место явления Шичитани. Но кто будет продвигать эту идею, кто будет заботиться о месте явления Шичитани, кто будет проповедовать это учение Бхагтивинода-такура? И для того, чтобы весь механизм заработал, Бхагтивинода-такуру дал еще Шилу Сарасвати-такура, для того, чтобы, собственно, поезд поехал и стремительно. Поэтому Шитхара Махарадж в этой мистической пранамо-мантре, он говорил, что мало того, что ты открыл место явления Шичитани, мало того, что ты написал труды о величии гавдива ишнавизма, так ты еще и вилл человека, Шил Сарасвати-такур, сын Бхагтивинода-такура, который смог распространить это все по всей Индии, и затем его ученики, ученики Сарасвати-такура распространили это по всему миру. Поэтому Махтивинод-такур внешне у него был определенный духовный путь, некая эволюция от интереса к идеям Брахмаса-маджи, некое прогрессивное духовенство тех времен Бенгалии, интереса к христианству, и потом в какой-то момент он полностью был очарован учением Шичитани. Но Шилаштхара Махрадшан объясняет, что когда речь идет о Бхагтивинод-такуре, по тому уровню личности, который он является, мы видим, что это не какой-то садхак, а не тот человек, который проходил какой-то духовный путь и потом в какой-то момент достиг совершенства. А это личность, которая изначально является обитателем духовного мира и просто является некой свою лилу. Поэтому Бхагтивинод-такур, его основная административная деятельность была забота о храме Джиганадха. Именно заботясь о храме Джиганадха он заинтересовался учением Шичитани. Также, помимо заботы о храме Джиганадха, он был судьей, и он был очень честным, уважаемым судьей. Одно из направлений деятельности Бхагтивинод-такура было то, что он периодически отлавливал аватаров и садил в тюрьму, потому что периодически по Индии бродили аватары, которые говорили «Я Кришна», собирали себе группы из девушек, далее ставили инсценировки Кришна-лилы, и с одним из таких аватаров, который проповедовал, что он Кришна, окружил себя девушками, было серьезное столкновение, потому что его звали Бешакешина, потому что также у него были длинные волосы, в которых он хранил мистическую энергию. Есть определенные шиваитские практики, шактистские, такого толка. И когда Бхагтивинод-такур арестовал Кришну и посадил Кришну, то он и вся его семья стала болеть. И тогда Бхагтивинод-такур, так как ему открылось в мистическом откровении, что речь идет об определенном мистицизме, он пришел, и пока Бешакешина спал, тихо обстриг ему волосы. И когда уже тот проснулся, он заорал, но было поздно, и все проблемы прекратились, потому что вся сила была в этих волосах. Поэтому Бхагтивинод-такур совмещал огромную административную работу, начиная от заботы о храме Джаганадхи, заканчивая отлавливанием аватаров, судейством и так далее. И также в какой-то момент времени он, пребывая в своей резиденции, в доме на берегу Годрыму, он увидел удивительное сияние, которое исходит из определенного места в районе Майяпура. И на тот момент времени место явления Читани считалось, что оно в совсем другом месте находится. И увидев это сияние, Бхагтивинод-такур стал смотреть старые карты. И когда он смотрел старые карты, он увидел, что ганга, она меняет свое русло. Мы видим, что часто после того, как какие-то аватары уходят, то следы их присутствия скрывает вода. Да, Дварака Кришны, индийская Атлантида уходит в море, точно так же Рамачандра сам уходит в море. И точно так же, когда Читания покидает этот мир, то ганга, она меняет русло, и ганга, она скрывает места его деяний. И Бхагтивинод-такур поднял эту информацию по картам и потом пошел общаться с местными жителями. Сказал, вот это местечко, а назывался на тот момент не Майяпур, а Мияпур, считали, что Майяпур в другом месте находится. А что это за место такое? И местные крестьяне, они сказали, вот это место, которое ты показываешь нам по картам, оно совершенно бесполезное, потому что здесь нельзя садить картофель. Сказали, мы здесь садим картофель, а вместо картофеля растут только деревья туласи. Поэтому оно совершенно бесполезно для сельского хозяйства. И вот такое место. И Бхагтивинод-такур сказал, ага, очень интересно. И дальше мы видим, что он показал определенную квалификацию истинного Вайшнава. То есть, с одной стороны, у него было собственное мистическое откровение о том, что вот здесь находится место явления Шичитане. Также карты подтвердили это. Также это подтвердили какие-то местные удивительные явления. Но какова характеристика подлинного Вайшнава, он никогда не доверяет себе. Вайшнав глубокого уровня, он всегда ищет поддержки более квалифицированных Вайшнавов, он ищет одобрения духовных экспертов. И тогда Бхагтивинод-такур, он перевез в это место, призвал Джаганадху Даса Бабаджа, который был глубоким старцем. И Джаганадху Даса Бабаджа уже практически не мог ходить, не умел ходить. Его переносил слуга в корзине. И когда Джаганадху Даса Бабаджа его перенесли на это место, он выпрыгнул из корзины и начал радостно танцевать. И тогда Бхагтивинод-такуран сказал, о, вот здесь точно место явления Шичитане. И когда он начал собирать деньги для постройки храма и начал развивать место явления Шичитане, то он сталкивался с огромными трудностями. И современники вспоминают, что он ходил собирать деньги даже к тем людям, кого он периодически накладывал штрафы, садил в тюрьму. И смиренно просил каждого пожертвовать хотя бы какое-то количество денег для создания хотя бы небольшого храма, места, где совершалось бы какое-то служение Шичитане. И вы представляете, вечер, десять вечера, раздается стук в вашу дверь, вы открываете местный участковый, который вас прятал, или начальник ГАИ, который у вас чуть машину не отобрал. Он стоит там в одеждах, говорит, есть ли у вас хотя бы несколько рублей на поддержание священной. Ну, естественно, что даже подсудимые Бхагтивинод-такура теряли два речи, пожертвования происходили, но само место, оно было глухое, оно было в джунглях, там были змеи, скорпионы и так далее. И никакие квалифицированные жрецы не соглашались идти в какие-то опасные для жизни места, плюс за мизерную зарплату. Поэтому также есть воспоминания, что Бхагтивинод-такур, который был почитаемым, богословом и вайшнавом с безупречной репутацией, признанной вайшнавами Новодвипа и Бенгалии, он, допустим, своими руками варил ганджу для того, чтобы там не убегал повар, потому что повар в ранний период немножко сидел на веществах. А посетители, они были настолько уважаемыми, что они говорили, что если сигаретки нам не организуйте, мы не будем приходить на ваши программы. И Бхагтивинод-такур, он пытался всеми путями привлечь хоть какое-то внимание к йога-питху, к месту явления Шичитани. Он, допустим, устраивал выставки «Птицы святой Дхама». То есть, возможно, вам неинтересно посмотреть на место явления Шичитани, но птицы у нас просто потрясающие. И еще были применены некоторые ходы, допустим, в некоторых храмах, благодаря ему содействию, были установлены божества. На тот момент это считалось пиком моды, роботизированной на рельсине. Если вы в Индии встретите это, кто видел, тот не забудет, там такая рельсина, выезжает божество, делает так, уезжает в алтарь. На тот момент это считалось безумно прогрессивным. Но сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, что когда лодка приплывает на Майяпур, то в Майяпуре вокруг йога-питха стоят улицы из храма в Гаудио-Мадха. То есть, если вы приплываете в Майяпур, там прямо вот главная эта храмовая улица, в основном построена учениками Сарасвати Такура, вокруг йога-питха. Но это был период уже бурной деятельности Сарасвати Такура. Во время Бхактивиноды Такура запустить весь процесс было крайне сложно. И все средства были хороши. И Бхактивинода Такура, невзирая на свою репутацию, ни на какие свои внешние положения, он был готов пролить литры крови, нервов для того, чтобы запустить процесс. Позже с заботой о Майяпуре он поручил своему сыну Шелесарасвати Такуру. И известен график его работы, то, что где-то в течение дня он разбирал где-то с утра, где-то до средней части дня, примерно до пяти до шести, он работал где-то с девяти до шести, он работал в суде или в каких-то администрациях. Затем он где-то с восьми, либо до десяти, либо до двенадцати в разных источниках он спал. И потом начиналось самое интересное, где-то в двенадцать ночи Бхактивинода Такура просыпался, и где-то до шести утра, иногда до восьми утра он работал, он писал книги, различные литературные труды о вайшнавском богословии. И уже попозже он читал Святое Имя какое-то время и шел на работу. То есть где-то спал он буквально четыре часа, и в основном в ночное и утреннее время оно было отдано богословию и воспеванию Святого Имени, а, собственно, днем была административная работа. И вот только там кусочек вечера, я думаю, как был бы счастлив доктор Тарсунов, где-то там либо с десяти до двенадцати, либо с восьми до двенадцати. Бхактивинод Такур он именно почивал где-то примерно в это время. Но в двенадцать он уже просыпался и начинал работать. И полный список его трудов, он очень впечатляющий. Но даже если вы посмотрите на двухтомничек Джайват Хармы, это не просто в Джайват Харме различные обитатели Вриндавана, разные Бабаджи, следующие разным системам йога, йоги беседуют друг с другом на духовные темы, и там приведено огромное количество цитат из Священных Писаний. Например, кто-то спрашивал, где кто-то из святых подтверждает учение Шилашдхара Махараджа о том, что душа, она приходит не с Галоки Вриндаваны, она приходит из Татастха Шакти. Это подтверждается в определенных главах Джайват Хармы о происхождении души. Бхактивинод Такур описывает именно таким образом. Точно так же в священных текстах до Бхактивинода сказано, была общая идея о том, что душа, она исходит из Кришны, из сияния Кришны. Но Бхактивинод Такур говорит, что Кришна – это сильно круто для души. И в Джайват Харме, в своих комментариях к Брахма Самхите, Бхактивинод Такур дает другую идею. Он говорит о том, что в действительности душа – это частица сияния Маха Вишну. Потому что сияние Кришны, Баладева – эти души – это обитатели духовного мира. А Татастха Шакти – души, которые находятся между материальным и духовным мирами, это частички сияния Маха Вишну. Но в каких священных писаниях Бхактивинода Такур брал это? В широком смысле ни в каких. Это были его глубокие откровения, глубокое понимание духовной реальности. И также другой фундаментальный и сложно понимаемый труд Бхактивинода Такура – это Кришна Самхита. И Кришна Самхита, она является до сих пор, скажем так, многие из людей являются до сих пор недооцененными в вайшнавском сообществе, потому что, ну скажем, та проповедь в среде вайшнавов о личности Кришны, а Кришна Лилия, о деяниях Кришны во многом, скажем, в некотором роде, благодаря указанию Бхактивданта Свами о том, что под это должна быть поведена научная база, да, она, проповедь выглядит каким образом? То все, что описано в ведических писаниях, в Шимыдбагаватам, в Махабхарате, все это научные исторические события. И ученые, они лжецы, если что-то, что они изучают, не совпадают, они лжецы, они просто не понимают. И Бхактивданта Свами, он создал целый институт Бхактивданте, да, и какова была задача института Бхактивданте – доказать посредством археологических исследований, научных изысканий о том, что все, что написано в священных писаниях, Шимыдбагаватам, в Махабхарате и так далее, все это полностью научно, полностью объективно, полностью исторично, все так и происходило. Ну, допустим, сказано, что после ухода Кришны, его крепость Дварака затонула. И вот, обратите внимание, подводные археологи под руководством доктора Рава, они нашли фотографии Двараки, вот посмотрите фотографии здесь. Да, и это очень интересный подход, вот, который хорош для проповеди людям, которые говорят, а что на самом деле это было? Да, да, вот, ведическая цивилизация, афотский здесь. Но в действительности, что такое на самом деле нисхождение Аватара? Что такое на самом деле нисхождение Кришны? Кришна говорит в Бхагаватките, Джан Макармача Ме Дивьям. Мое рождение, мое деяние, они относятся к категории, которая называется Дивьям, божественной энергии. Они не относятся к каким-то энергиям этого мира. И в журнале «Гармонист», журнале «Сарасвати Такура» есть статья, где он пишет дословно следующее, она есть на русском в переводе, он пишет о том, что когда Кришна и его спутники нисходят в этот мир, когда в этом мире разворачивается Кришна-лила, то реальность бесконечного количества измерений нисходит сюда. И поэтому это неправильно считать деяния Кришны и Кришна-лилу историческими событиями. Например, пространство и время для нас являются обуславливающими факторами. Мы подчинены времени, мы подчинены пространству. Но в Кришна-лиле время и пространство, они наоборот являются подчиненными факторами. Когда Кришне надо договориться, какой-то гопи время может удлиняться или как-то в Писании сказано, что Радхарани ходит с Гавардхана на Варшану или как-то так очень быстро. И как-то Говинда Махарадж спросил, а как это так возможно, что Радхарани так быстро проходит путь из одного места во Вриндавина в другой, ведь в действительности там огромные расстояния. И Штхара Махарадж сказал, что так как речь идет о Кришне-лиле, то пространство, оно подыгрывает, пространство, оно подчиняется потребности в служении. И подобным же образом, допустим, сказано, Кришна поднимает Холм Гавардхан, и все пастухи, весь Вриндаван поднимают.